В селах Тюменской области 511 зданий предусмотрены до культурно-просветительской деятельности. 162 из них требуют капитального ремонта, 9 находятся в аварийном состоянии. Это по данным на 2020 год. Вечерний хэштег продолжаем обсуждать о культуривании российского села. В 2020 году на капитальный ремонт и реставрацию сельских культурных учреждений Тюменской области было потрачено 20 миллионов рублей. От общих выделенных средств это более 75%. Остальные 25 ушли в города и крупные населенные пункты. Помимо всего продолжается и строительство. В сентябре в Ишиме откроют новый городской дворец культуры. Сейчас там монтируют кресло, устанавливают мебель, вывешивают одежду сцены, которая, кстати, будет в двух вариантах – рабочем и парадном. Ну, чуть больше о реализации национального проекта «Культура» в следующей графике. За полтора года в Тюменской области реконструировано и построено с нуля шесть учреждений культуры. В 2020-м в селе Каскара открыл в свои двери обновленный дом культуры «Юность» площадью свыше 2500 квадратных метров. В здании заменили коммуникации, отремонтировали залы для творчества, обновили концертный зал. В сентябре в Ишиме открылась модельная библиотека. Это первое учреждение, которое попало в программу модернизации. Здесь появилась зона каворкинга, пространство для лекций и арт-зона. Также осенью прошлого года, после капитального ремонта, начала работу Анохинская детская школа искусств. Открылись новые направления обучения. В учреждении появился концертный зал на 200 мест. В декабре завершилась реконструкция дома культуры в селе Лабино Юргинского района. Здесь полностью заменили инженерные сети, провели водоснабжение, оборудовали залы для занятий творческих коллективов. Весной этого года детская школа искусств с 30-летней историей в селе Киево переехала в новое здание. У учеников появился концертный зал на 97 мест. С костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для занятий живописью и скульптурой. В июне введен в эксплуатацию Центр культурного развития в поселке Московском. Его площадь более 6000 квадратных метров. Сердцем здания стал концертный зал на 500 мест. Кроме того, до конца 2021 года запланировано открытие аналогичного центра в Ишиме. Строительство этого объекта выбрали сами жители города в ходе рейтингового голосования в 2018 году. До конца года откроется после ремонта сельский клуб в селе Малая Зорь, Кольцево, Тобольского района и Дом культуры в селе Мысали, Упоровского района. Ну вот, кстати, по поводу Ишимской модельной библиотеки. Это тоже национальный проект. Министерство культуры предложило региону принять участие в конкурсе на модернизацию муниципальных учреждений. Если я все правильно. Я просто для зрителей объяснить. Чтобы знания были доступнее, чтобы интереснее было. И вот как написано в официальных бумагах. Повысить эффективность и посещаемость не менее чем в два раза. Прямо в положении написано. От Тюмени была подана единственная заявка, которая набрала, кстати, 192 балла. Это немало. Я многие просмотрел библиотеки. Там 50 набирали и 60 баллов. Вот. Ну и получила, конечно, финансирование из федерального бюджета. А почему всего одна библиотека? Если мы в прошлой части с вами разговаривали по поводу кинотеатров, у нас там было 9 раз. Об этом и речь. В 2019 году, когда вообще активно начал внедряться национальный проект культура. Вот смотрите, была подана единственная заявка на создание кинотеатра, единственная заявка на модельной библиотеке. Потому что, еще раз повторюсь, было опасение. Попадем, не попадем, а надо, не надо, сможем, не сможем, попали. Поэтому в этом году мы направили опять 9 уже заявок на модельной библиотеке. И вот 4 из них мы уже знаем, что они прошли. Мы ждем прямо подписания федеральных средств. Вот как бы официально еще не опубликовано, поэтому ждем. И мы дальше будем продолжать эту тему. Мы теперь создали ресурсный центр по развитию библиотек в муниципальных образованиях на базе нашей Тюменской областной научной библиотеки, который в первую очередь призван помогать муниципальным учреждениям культуры, библиотекам, подавать такие заявки, модернизировать свои вид деятельности, ну и так далее. Все, что необходимо вообще для развития библиотечного дела. Вы сказали про федеральные деньги, про межбюджетные трансферы, если их правильно вот там... Я, насколько понимаю, опять же из документации, 10 миллионов было выделено на Ишинскую библиотеку. Все верно. Мы смотрим документы 2020 года. Есть дома культуры сельские, на которые выделено 20 миллионов. То есть это не такая большая сумма. По сравнению, вот что такого в этой Ишинской библиотеке там... Ну, если вот сравнивать, мне кажется, это достаточно объемная сумма. Ну, во-первых, большая часть средств была направлена на приобретение технологического оборудования. То есть у нас, я думаю, сейчас Светлана расскажет поподробнее, там создана электронная система учета книг. То есть вы приходите, вам не нужен уже библиотекарь для того, чтобы он выдал эту книгу. То есть каждая книга чипирована. Вы сами берете ее с полки, сами прикладываете к артридеру, сами выносите. Точно так же вы можете ее сдать. Сделано уникальное зонирование. Зонирование, которое позволяет проводить огромное количество разноплановых мероприятий для разных возрастов. У них есть и младенческое целое прямо помещение, где прямо детки из яселек могут прийти и взять те книжки, которые они могут читать, то есть просматривать, да, не повредив их. То есть они не бумажные. Есть отдельная для подростков аудитория, в которой есть возможность проведения каких-то коллабораций, арт-пространств, лабораторий и так далее. Есть помещения, где могут люди старшего поколения присутствовать. Ну и потом, библиотека сама ведь огромной площади, да, подскажите мне, пожалуйста, сколько площадь библиотеки? Более тысячи квадратных метров площадь нашей модельной библиотеки. Это действительно настоящий культурный центр, который несет образовательную, просветительскую, коммуникационную функцию. И, о чем сказала Лена Владимировна, внедрены фрид-технологии, электронные читательские билеты, которые позволяют сделать достаточно современным и комфортным процесс книговыдачи. Тем самым высвободить время для того, чтобы библиотекарь мог предложить посетителю какой-то интересный проект, посетить какую-то зону, представить какой-то интересный лекторий, мастер-класс. И именно этот центр, он позволяет объединить все возраста, начиная от маленького возраста и заканчивая уже людьми более старшего поколения. И очень важно, что мы хотим продолжить развитие, привитие любви к чтению. И начинать это нужно с младенческого возраста. И у нас есть целые семьи, которые приходят и находят занятия по интересам в каждой из зон. Ну тогда точно совершенно понятно, почему по статистике число пользователей сельских библиотек 228 тысяч, центральных почти 18 тысяч. То есть эта цифра всегда была такой высокой? Или вот с помощью таких дополнительных, скажем, развлечений внутри библиотек, каворкингов, мастер-классов удалось увеличить численность? Безусловно, здесь сразу несколько причин, и это тоже поспособствовало развитию. Поэтому сейчас мы хотим, чтобы у нас вот в каждой муниципалитете такие библиотеки были созданы. Мы прекрасно понимаем, что не все библиотеки уже сейчас обладают должной инфраструктурой для того, чтобы вот те федеральные средства, 5 миллионов, либо 10 миллионов, которые выделяются в зависимости от того, где они находятся, были направлены только на приобретение какого-то оборудования. Как правило, библиотека требует еще и ремонтных работ. Это уже, понимаете, совсем другие средства, особенно в современных условиях. Поэтому мы отбираем, в первую очередь, те библиотеки, которые уже готовы именно инфраструктурно. То есть куда нужно только приобрести оборудование, мебель. Но и очень важно, чтобы сам коллектив библиотеки был заинтересован. Вот я хочу отметить и поблагодарить в очередной раз уже весь коллектив Ишинской библиотечной сети, потому что там работали все. Ведь очень важно, чтобы каждый кусочек библиотеки был правильно и рационально использован. А не так, чтобы просто вот поставили стеллажи и опять все то же самое получили. Поэтому здесь вот мы видим как раз тот результат, который должен быть вот после каждого проекта. Тогда мне понятно, просто я цифру встретил. На комплектование библиотечного фонда сельского в 2020-м ушло почти 21,5 миллиона рублей. На все муниципалитеты, да. Знаете, хочу что спросить, Владимир Владимирович? Не мог понять. 416 библиотек у нас в Тюменской области, сельских. 415 есть интернет. Что это за такая одна грустная библиотека без интернета? Я не знаю, что вы сейчас говорите. Вообще у нас 100% библиотек. Это вот я на сайте сегодня. Может быть, здесь какая-то техническая ошибка на сайте. Я прям специально приеду и завтра начну свой рабочий день с этого, чтобы убедиться, что это за библиотека. Абсолютно. Уже при том 4 года, как все наши библиотеки, полностью охвачены интернет-сетью. Так что все хорошо, Дмитрий. Еще одна из тем, которая очень важна и которую мы активно заявляли, это появление домов культуры. Домов культуры в первую очередь в селах. Потому что мы знаем, что в этом году, допустим, в Тюменской области открывается 6 школ, 2 в Тюмени и 4 в маленьких населенных пунктах от 24 до 60 детей. То есть это малокомплектные такие школы получаются. И понятно, что культуру хотелось бы как можно больше и в том числе и в муниципалитетах. Вспомнить даже тот Советский Союз, который все любят все время вспоминать. Было порядка у нас 135 домов культуры и дворцов культуры. На селе было порядка 115 тысяч. Понятно, что когда Советский Союз распался, немножечко все у нас изменилось. Сейчас потихонечку пододвигаемся к этому за счет реализации в том числе и национальных проектов. Все-таки какие преобразования в муниципальной культуре у нас произошли за последние несколько лет? Вот культура стала ближе к силу, повернулась лицом к деревне? Я считаю, что да. И одним из наших приоритетных стратегических направлений сейчас является как раз развитие культуры в муниципальных образованиях. Я не знаю, успеем мы сегодня поговорить или нет, что как раз для достижения этих целей у нас был в прошлом году создан Совет по культуре муниципальных образований. Потому что мы хотим слышать потребности, которые есть на селе. И потребности эти абсолютно разноплановые. Начиная от ремонтов, заканчивая кадрами и много-много других. И поэтому для нас важно, чтобы доступность услуг культуры была здесь и сейчас. Вы сегодня говорили о том, что они же могут из Тюменского района поехать в город Тюмень в кинотеатры. А зачем? Они должны сделать это буквально рядом с домом. Поэтому нужны дома культуры в сельских поселениях, потому что это, знаете, это как сердце. Сердце активной жизни, воспитания, патриотичности, идентичности. Вы посмотрите, вот сейчас мы как раз видим кадры, где и наши любительские творческие коллективы выступают. А у нас их огромное количество. И здесь тоже нацпроект нам помогает сейчас. Выделение средств 300 тысяч у нас победители получают для своего развития. То есть в разных направлениях абсолютно мы поддерживаем, хотим поддерживать и делаем максимально для этого. в муниципалитетах. И если сейчас проанализировать, где у нас ремонтируются дома культуры, то это как раз в муниципальных образованиях. И Малая Зорбцева, и Масали. И далее у нас сейчас все дома культуры в муниципалитетах разбиты именно по приоритетности либо ремонтов, либо строительства. То есть мы определяем, где вот край, конец нужно построить, либо отремонтировать дом культуры. И очень важно, чтобы команда, которая работает в муниципалитете, была к этому готова. Потому что не всегда мы видим вот эту вот обратную реакцию готовности. А ведь это нужно поработать всем. Ну вот если обращаться к отчетам прошлого, наверное, года, то культурно-массовые мероприятия в регионе посетило почти 4 миллиона человек. С учетом ковида, да. Ну да, конечно, это меньше цифра, чем обычно. Причем самое интересное, что сельские жители составили 2 миллиона 788 тысяч 959 человек. Большая половина жителей у нас все-таки получает услуги культуры в сельских поселениях. Тянутся, давайте честно, больше людей тянутся на селе к культуре. Ходят для того, чтобы... Но это не просто события там сходить. Это не так, как для городского жителя, то есть рядовое событие. Для них это особенно каждый концерт или нет? Дорогие друзья, я хочу немножко поправить. Вы, мне кажется, неправильно понимаете деятельность сельского клуба. Это же не просто пришел на концерт, что-то... Мы понимаем, что не просто пришел на концерт, но игрушки... Там сосредоточена вообще жизнь, потому что там осуществляется взаимодействие. Там существуют такие гражданские институты, как Советы ветеранов, национально-культурная автономия. Там проходят всевозможные встречи с органами местного самоуправления, либо какие-то другие вещи. Там проходят темы, которые называются родительские собрания, сообщества и всевозможные вещи. Это такая социальная ситуация. Я же говорю, это сердце просто сельского поселения. Встречи с интересными людьми. То, что вы... Сейчас в вашей речи, по крайней мере, я услышал, посещение каких-то мероприятий, концертов, ну, это может быть 30%, 25% от деятельности сельского клуба. Потому что люди туда приходят общаться, люди туда приходят обмениваться мнениями. Саморазвиваться. И саморазвиваться, да. Нет, мы почему эти цифры привозим? Потому что они показательны. Мы хотим сказать, что Тюмень, вроде бы, казалось, город, который тянется к культуре, но село, две трети людей, которые посещают, они из села. Они идут на эти мероприятия, им интереснее. А мы, тюменцы, немножечко подзажрались, простите, мне кажется. Ну, то, что... Мы не всегда будем откровенны, не всегда у нас аншлаги бывают, даже на самых потрясающих концертах, и не только своих, но и приезжих. Это просто о том, что культура на селе нужна. Культура на селе нужна, и здесь удивительное явление. Мы однажды привозили один знаменитый коллектив в наш сельский клуб, продавали билеты через билетное хозяйство, и мы с трудом набрали 50-60 человек зрителей. И когда у нас был отчетный концерт нашего артиста со своей, скажем так, бригадой, которой занимаются, пришлось вплоть до того, что продавать билеты стоячие, но это было до пандемии. То есть мы все продали, билетов больше не было, и люди просто вот, ну, там, за 50 рублей пустите постоять, посмотреть. Поэтому своя рубашка ближе к телу, да. Ну, вот я вначале говорил вопросов о ДК, о том, что очень много их исчезло после распада Советского Союза. Но иногда в постсоветской культурной действительности бывают исключения. В 1993 год, в село Мотыгина Красноярского края, там появился единственный муниципальный репертуарный профессиональный театр. И вот таким он остается до сих пор. Для знатоков там служили даже усники Льва Додина из Петербургского театра Европы. Ну, а как сейчас живется уникальное учреждение, узнаем у директора Татьяны Ткачук. Она на связи со студией по скайпу. Татьяна Васильевна, приветствуем вас. Как удается существовать профессиональному театру в поселке, где живет всего 5000 человек? Насколько у зрителей востребованы ваши спектакли? Сколько мест в зале? Хватает ли для всех желающих? Не пустое? Да. В принципе, вы знаете, нашему маленькому театру удается существовать точно так же, как и большому театру в большом городе. То есть маленький театр в маленькой местности, большой театр в большом городе. Задачи те же, проблемы те же. Значит, в зале у нас 72 места, и, в принципе, заполняемость 96%. Ну, сейчас пандемия, сами понимаете, то 50% заполняемость зала, то 75% было, а сейчас опять 50%. То есть с этим. А, в принципе, театр, конечно, востребован, и жители, зрители наши любят театр и ждут показов. Вот, а зрители из краевой столицы, из других городов России часто к вам приезжают? Насколько знаю, очень сложно добраться в ваш театр, в ваши края. Чтобы специально приехать на спектакли, такое, конечно, может быть, если было несколько раз за все время существования нашего театра. А те, которые по какой-то причине, там, либо командировка, либо работа вактным методом, либо просто в гости приезжают, то они обязательно приходят в наш театр. И даже если нет показа спектакля в это время, то есть, как бы, нет показа, приходят просто и, как на экскурсию, мы показываем театр. Ну, а те, которые, вот, бывает, если открыть нашу книгу отзывов, то там и из Питера есть гости с хорошими отзывами, и Багучанские районы, Красноярск, Алтайский край. То есть спектакли нравятся. И говорят, это просто даже, как бы, маленький мхат. Ну, понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевна, а как удается вообще привлекать актеров, постановщиков из того же Петербурга, из Москвы? Надолго ли творческие люди задерживаются у вас в суровом краю? Вообще, вы знаете, у нас нет такой цели вот конкретно привлекать актеров и постановщиков спектаклей именно из вот этих больших городов, как Москва и Санкт-Петербург. То есть мы работаем, ну, вот, актерская биржа, вот, как есть такая группа в Фейсбуке, то есть туда заявки. В основном это, как бы, заявки в учреждения культуры, в институты, там, в колледже. Значит, выпускники откликаются, и вот, то есть у нас вот сейчас пополнение нашей труппы на четыре человека. Это прибыли артисты из Алтайского края, закончили Алтайский государственный институт, значит, с города Новосибирска тоже Алтайский государственный институт. То есть в Хакасии это Минусинский колледж, что есть нам, как бы, поближе. И даже вот со Ставропольского края закончил мальчик Краснодарский государственный институт. То есть вот сейчас такое пополнение. А режиссеры, как бы, мы, ну, ищем, конечно, и Санкт-Петербург, и Москва, и Екатеринбург, и Краснодар. То есть здесь разницы нет, здесь нет цели, что именно вот, чтобы был именно столичный Петербург. Самое главное, чтобы был хороший режиссер и хорошие ребята. Любые приезжие, но отрабатывают два-три театральных сезона, и, конечно, они уезжают. Либо семейные обстоятельства, то есть какие-то с выездом уже там выходят замуж, выезжают. Либо пытаются, ну, трудоустроиться куда-то в другой театр, то есть. То есть творческие люди всегда в поиске. Конечно, конечно. Ну, и сами понимаете, как бы, сельская местность, нет таких хороших условий социальных, чтобы проживать. То есть специалисты живут в общежитии, квартиру, чтобы снять. То есть у нас нет здесь такого сложности. Вот именно вот эта вот социальная сфера, ну, она, видимо, здесь живет. Да, спасибо большое, Татьяна Васильевна. Желаем, чтобы специалисты у вас задерживались, и ваш театр процветал дальше. Спасибо, Данила Чащина, встречу в субботу. Предложу ему там годик положить, почему бы и нет. Ну, вот, собственно, благодаря Мотыгинскому театру у нас открывается еще одна непростая проблема. Кадровая обеспеченность. Насколько трудно привлечь специалистов из сферы культуры к работе для работы на селе? Ну, это действительно была, есть очень острая тема – кадры. Я достаточно много езжу в рабочие поездки муниципалитета и вижу, что вот именно от кадров, да, от команды сложенной, от лидера, который зависит результат. Опять же, той же заявительной кампании и так далее. И мы, конечно, с коллегами постоянно обсуждаем, где брать кадры. Здесь нет решения какого-то одного, да, что вот мы так делаем, и сразу кадры к нам поедут. Поэтому есть разные направления, да, по которым мы работаем. В первую очередь мы работаем с нашими вузами. И Тюменский институт культуры, здесь наш партнер, как раз именно по целевой программе обучения на очной и заочной форме, по разным, там, бакалавриат, специалитеты и так далее, магистратура, по заявкам именно муниципалитетов обучаются студенты, которые потом, получая образование, должны будут, конечно же, приехать в муниципалитет и отработать. Вот в этом году на очной форме 40 человек и на заочной 32. Это первое направление, да, по которому можно двигаться. Второе направление в 2022 году Министерство культуры уже анонсировало федеральную программу «Земский работник культуры». По аналогии с «Земский доктор» миллион будут давать. Миллион, да, будут давать миллион для тех, кто даст свое желание переехать на 5 лет в сельское поселение и работать в учреждениях культуры. Мы считаем, что это будет очень существенным фактором для принятия решения студентов или молодой семьи для переезда в сельское поселение. Ну, Андрей Юрьевич, Светлана Павловна, ждите новые кадры. Да, мы работали с муниципалитетами, собирали возможные потребности, поэтому коллеги тоже в курсе. Это много вопросов, конечно, снял, потому что я сегодня, когда зашел на сайт Тюменского института культуры, удивился очень сильно, потому что если ты хочешь стать вдруг хореографом, а потом преподавать детишкам, тебе в год придется заплатить 307 тысяч, сейчас подождите, 14 рублей. А вот если ты захочешь быть специалистом социально-культурной деятельности, это 157 тысяч 863 рубля. Ну, для меня, на самом деле, это страшно. Зашел на ТГУ, на индустриальный университет, там таких цен, к сожалению, нет. Оказывается, ну, можно сказать, что у нас работники культуры на вес золота, но это очень дорого. На самом деле на вес золота, и, кстати, конкуренция при поступлении абитуриентов достаточно серьезная. Мы разговаривали с исполняющим обязанности ректора, 3,2 человека в среднем конкурс на поступление. Это несмотря на то, что есть вот такие расценки, востребованность есть. Андрей, ну вот вы режиссер в Каскаре, в ДК юности. Ну, мне кажется, большинство творческих людей, вот Чащин, Данила, которого Дима вспоминал, он тоже, хотя Тюмень достаточно большой город, но все рвутся в столицу. Вы в Каскаре не рветесь в областной центр, куда-то, ну, в крупные города? Нет, дело все в том, что когда я проходил практику по режиссуре дипломную уже, меня туда пригласили в Каскару. Дом культуры юности еще до ремонта было. Вот. И я там остаюсь по сей день, по сей день, потому что, когда я начал там работать с детишками, для меня это действительно было каким-то вызовом. каким-то внутренним вызовом, потому что, когда я увидел детей, когда я начал с ними общаться, когда я начал с ними работать, ну, там не было театра, там, то есть, не было как такового наборов театральной группы и так далее, и тому подобное. По поводу столицы, там много людей. Но живете в Каскаре? Нет, я сам тюменец, я, да, я из Тюмени езжу туда. Каждый день далековато, конечно. Согласен, но ничего страшного. Ты в Москве-то живи, далеко ездить до Каскары. Да, поэтому, мне кажется, вот, по поводу рубашки, вот, как раз-таки к телу, вот, и почему-то, как бы, то самое, задача какая-то, может быть, еще у меня внутренняя. Миссия? Понимаете, да, то есть, как бы, научить детей, обучить их, привлечь, привить как-то, вот, это очень интересно. Но у вас же есть высшее образование, вы с Мариной Владимировой Жебровицей наверняка учились, правильно? Я все, я просто когда-то фильм про нее снимал, помню. А, смотрите, у нас не так много специалистов в культуре, ну, там 50% где-то получается, реально, с высшим образованием, это 25%, и со среднепрофессиональным. Но мы ведь в культуре ждем ведь не обязательно людей, вот, социально-культурная деятельность, или вот я профессиональный библиотекарь, тоже я библиотеки смотрел, там тоже далеко не все. Там, как раз, со средним образованием, в библиотеках очень много работает сотрудников. Мы сейчас можем в ДК вообще кого угодно привлекать, как вы думаете? Нет, это не так, потому что существует такая тема, которая называется профессиональный стандарт. Она внедряется в различные сферы деятельности человека, в трудовую. Поэтому мы работаем над тем, чтобы наши сотрудники получали высшее образование, либо специальное образование, либо хотя бы как-то каким-то образом мотивировались. Ну, профильное, нет? Профильное, да. Ну, вот смотрите, если в маленькой деревне дедушка всю жизнь играл на баяне, и он может собрать вокруг себя пять парней и показать вот это все, чем он не специалист? Была у нас проблема с образованием когда-то? Он специалист, спору нет, но... Но на работу нельзя его взять? Да почему? Можно? Есть такие. Мы просто проводим аттестационные комиссии, выдаем рекомендации и склоняем и мотивируем людей для того, чтобы учиться. Работник культуры в сельской местности – это же особый склад. Здесь же правильно коллега сказал, это же исполнение миссии какой-то. Это не просто... Я не пришел сюда просто поработать и обменять там свое время, навыки на финансовые средства. Я пришел сюда и получить зарплату и исполнить какую-то миссию. Я для чего-то это работаю. И, к сожалению, вот такие люди у нас действительно на вес золота. И поскольку они работают все время с людьми, они должны как бы, ну, зажигать, они должны быть лидерами, они должны блистать идеями, они должны уметь тянуть за собой, общаться с людьми. И здесь существует тоже проблема, потому что, ну, спустя какое-то время у человека приходит какое-то, ну, эмоциональное выгорание. И работа с кадрами в этом плане, она должна быть постоянно. Это должны быть... Ну, у нас вот реализуется тема, которая называется «Индидиальные планы развития». Посещение мастер-классов, посещение выставок, концертов, участия, либо я сам даю мастер-класс. У нас существует такой, как бы, ну, метод объединения, когда коллеги по одной направленности собираются и делятся опытом. Ну, хотя бы подсмотреть, послушать, а я вот тоже так могу или какие-то такие вещи. Ну, то есть хорошо, интересно, живется не только жителям в селах, но и тем людям, которые там работают. Спасибо всем большое за участие в нашей программе. Благодарим вас. Ну, и в финальной части мы ответим на вопросы зрителей по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции. Это вечерний хэштег. Не переключайтесь. Антитело в дело. Через какое время показано прививаться, если вы уже переболели коронавирусной инфекцией? Сколько месяцев ждать? А мне чихать охота. Какие рекомендации врачи дают людям с аллергией? Не станет ли хуже от вакцинации? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова